Снова пришло время взлетов и падений поддельных австралийцев. Австралийская экспансия в голливудское кино по своему масштабу не уступает британской, а иногда кажется, что даже превосходит. Поэтому под австралийцев мимикрируют даже американцы, надеясь получить свое место под солнцем. Но сегодня хотелось бы остановиться на новозеландцах, которые часто проходят под флагом Австралии. Рассел Кроу один из тех актеров, которые были на самой вершине. И взлетели они туда в самые сжатые сроки. Закрепиться там, правда, не получилось. Кто-то считает, что произошло это из-за невероятной конкуренции на вершине. А кто-то винит во всем сильнейшее желание актера не помещаться в экран. Прежде чем перейти к поддельным австралийским парням, хотелось бы сообщить тем, кто еще об этом не знает о существовании каналов ВК и Телеграм. Там много разных новостей, возмущений, проклятий и петросянщины. Некоторые даже пишут, что присутствует довольно токсичная аудитория и это невозможно терпеть. Но это все, как обычно, пишут злые люди и естественно они не правы. Ссылки на токсичную аудиторию можно найти в описании к видео. Там же можно найти и ссылку на Рутюб. О нем никто не знает, но он тоже есть. Но австралиец Рассел Кроу родился в Новой Зеландии. В 4 года его перевезли в Австралию. Но там что-то не заладилось и его снова увезли в Новую Зеландию, где он быстро попытался стать талантливым певцом. Но дальше гастролей по местным шашлычным дело не пошло. И Рассел снова поехал в Австралию, чтобы стать актером. В 5 лет его показали по телевизору и он запомнил это победное чувство, а потому хотел повторить. Актером он собирался стать, закончив местный институт. Но приехав туда, он понял, что это занятие для людей, у которых нет таланта. А когда он есть, это напрасная трата времени. Так как его талант мгновенно никто не разобрал, какое-то время Расселу пришлось работать за еду в разных австралийских харчевнях. Иногда играя 5 справа в седьмом ряду в никому не известных австралийских сериалах. Прорывным стал 91-й год, когда он попал на одну из двух главных ролей в фильм Доказательство. Ленту завалили всеми возможными австралийскими премиями и даже повезли в Канны, где его тоже отметили. Сразу же после него в карьере Кроу случились скины. Считается, что именно этому фильму он обязан всей своей карьерой. Главную роль в скинах должен был играть австралиец Бен Мендельсон, но его лысина не устраивала режиссера фильма. Считалось, что Бен был скорее смешным с ней. Узнав об этом, Рассел, став лысым и нарисовав себе на руках и шее разных татуировок, стал домогаться режиссера фильма. По словам постановщика, Кроу был такой страшный, что он просто устал шарахаться от него на улице. Смешного Бена быстро выкинули и Рассел получил свою роль в скинах. В Австралии фильм снова стал хитом и уже попав на видео, выбрался за ее пределы. Здесь-то Кроу и заметили в Голливуде. И он получил сразу несколько предложений. Но по легенде, первой его откопала Шерон Стоун. Актриса тогда была на пике и имела влияние на фильмы, в которых снимается. И посмотрев скинов, она предложила на одну из ролей в фильме Быстрый и Мертвый взять как раз Кроу. Студия была против такого талантливого актера. Она хотела взять кого-нибудь знакомого американскому зрителю. По слухам, знакомым американскому зрителю актером был Лиом Нисон. Но Стоун упиралась и продюсерам пришлось согласиться. Позднее актриса скажет, что Скроу был ее лучший поцелуй за всю карьеру. А с Ди Каприо, который тоже засветился в фильме, худший поцелуй за всю карьеру. Быстрый и Мертвый провалился в прокате. Тогда в моде была реалистичность вестернах, запущенная танцующим с волками и последовавшим за ним непрощенным. А режиссер Сэм Рэйми снял какой-то фэнтези на Диком Западе. Постановщик, правда, сам неоднократно говорил, что все вокруг снимали эту реальность. А он хотел Сержио Леона. И Кроу, по его мнению, был бы просто идеален в ковбойских фильмах Леона. Вторым голливудским фильмом Кроу стала Виртуозность, в которой вместе с Кроу побегал Дензел Вашингтон, тогда еще не ставший звездой с приставкой Супер. Вместо Дензела, кстати, мог быть Арнольд Шварценеггер. Но Арнольд захотел все деньги, которые были у авторов. Без Арнольда кино никого не заинтересовало и тоже провалилось. Так, в свой первый заезд в Голливуд, Рассел получил два провала и вынужден был на какое-то время вернуться в Австралию. Именно там его нашло предложение о съемках в фильме Секрета Лос-Анджелеса. И первоначально Рассел отказался от предложенной роли, ибо посчитал, что его рост 1 метр 82 сантиметра будет недостаточно, и он вряд ли сможет сыграть столь жестокого парня. Но режиссер Кертис Хэнсон настаивал, ибо ему очень понравилась роль Кроу в фильме Скины, и ему был необходим как раз подобный персонаж. Писатель Джеймс Элл Рой описывал Бада Вайта как самого крупного полицейского Лос-Анджелеса. Готовясь к роли, Рассел Кроу снял самую маленькую квартиру из всех возможных, и жил в ней на протяжении всех съемок. Кроу утверждает, что он постоянно бился головой и чувствовал себя невероятно массивным. Это его жутко бесило, но позволило понять, каково это быть очень высоким. По словам актера, самым сложным для него был отказ от пива. Джеймс Элл Рой сказал ему, что его герой Бад Уайт категорически не пьет пиво, а выбирает скотч. Кроу утверждает, что держался пять месяцев, после чего какое-то время наверстывал упущено и пил как не в себя. Ну а самым бесполезным при работе над фильмом Кроу считает требование студии поработать пару месяцев с настоящими полицейскими. Рассел говорит, что два месяца работы с полицейскими Лос-Анджелеса не пошли на пользу его герою, ибо разница в работе между 50-ми и 90-ми слишком огромна. И хотя он неплохо провел время, в отличие от Гая Пирса, который плакал, что его подселили к таким расистам, которых он до этого видел только в кино, все равно ему пришлось смотреть старые фильмы и читать книжки, так как толку от полицейской работы в 90-е никакой не было. С этим фильмом Кроу наконец-то нашел успех и в Америке. 35-миллионный фильм собрал 126 миллионов долларов и получил кучу номинаций на премию Оскар. Самого Кроу нигде не отметили, но очень хвалили и называли талантливым. Заявить о своем таланте в Америке Кроу мог на год раньше. Он мог стать другом Харви и заполучить главную мужскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир». А это 7 премий Оскар и еще 6 номинаций. Вокруг Кроу Харви бегал несколько недель, но не смог выбить согласие. Дело, правда, было не в том, что Рассел знал о том, какой злодей за ним бегает. Но или точнее в те годы, когда нельзя было говорить плохо о Харви, Кроу сообщал, что отказался лишь по той причине, что ему предлагали контракт сразу на три фильма. Выбрать какой-то один он не мог. И он не захотел себя ограничивать в выборе. И только поэтому отказал. Уже после «Секретов Лос-Анджелеса» Рассела захотели видеть в своих фильмах все. Бегал за ним и Питер Джексон, кричавший, что Толкиен когда-то Арагорна списал как раз с такого талантливого актера. И здесь Рассел, в отличие от многих других актеров, взял на вооружение отказ Шона Коннери. Он говорит, что естественно сразу видел потенциал, но не захотел терять два года карьеры в Новой Зеландии. А вот уже от «Матрицы» он отказался из-за того, что ему не понравилась роль, которую ему предлагали. Это была роль не Нео, а Морфеуса. И Морфеусом он мог стать не при Киану Ривсе, а при Уилле Смите. Киану в фильме еще не предусматривался. Но и как здесь не вспомнить роль Росомахи, от которой Кроу тоже отказался. Авторы хотели заполучить на главную роль какого-нибудь поддельного австралийца. Так что сперва обратились к Гибсону, а потом и к Кроу. Он по слухам даже не стал читать сценарий. Бегать в трику он тогда не хотел. По итогу Росомаху сыграет реальный австралиец. Вместо всего этого Рассел выбрал своего человека. В те годы Майкл Манн считался большим режиссером, и в его фильмах хотели сниматься все. И Рассел Кроу, узнав о таком фильме, сразу же на него набросился, выдавив пытавшегося зацепиться за роль Вэлла Килмера. Свой человек стал самым большим провалом Кроу в те годы. 90-миллионный фильм собрал лишь 60 миллионов долларов. Спасло всех замешанных в производстве большое количество номинаций на премию Оскар. Отличные отзывы зрителей и важная тема фильма, о которой все старательно говорили. Рассела Кроу тоже хвалили и номинировали на премии Оскар и Золотой Глобус. После своего человека уже случился Гладиатор. Кроме большого успеха в прокате, Гладиатор побил всех и на носителях. Здесь точных цифр нет, но известно, что в Британии фильм стал самым продаваемым в год своего выхода, обойдя по количеству проданных копий шестое чувство и матрицу вместе взятых. Вместе с этим успехом Кроу прилетела и премия Оскар за лучшую мужскую роль. Рядом с Гладиатором, кстати, почти незаметно утонул триллер доказательства жизни. Кроу перехватил этот проект у Харрисона Форда, который слишком долго сомневался и набивал себе цену. И хотя этот фильм никому не нужен, он повлиял на судьбы многих людей. Точнее, Рассел Кроу повлиял. Например, он разрушил брак Мэк Райан и Денниса Куэйда. Когда Куэйд стал разводиться с Райан, Кроу тоже от нее ушел. Актриса была в такой ярости, что в разных рекламных интервью к выходу фильма отказывалась говорить о работе с Расселом Кроу и даже допустила несколько не очень хороших слов в его адрес. За что ее гонорар в 15 миллионов долларов уменьшился на какую-то неназванную цифру с шестью нулями. Но есть у фильма и добрая байка. На съемках к Расселу пристал с вопросами один паренек, игравший массовку. Пареньку было интересно, что надо сделать, чтобы стать таким же талантливым актером, как Кроу. И Рассел вроде как открыл тайну. И даже подарил пареньку постер с фильмом «Гладиатор». Естественно, со своим автографом и приказом повесить его над кроватью. Через много лет этот паренек стал Генри Кавиллом и снялся в одном фильме со своим кумиром. Ну а Кроу на волне «Гладиатора» подписался на фильм «Игры разума», за который запросил сразу 15 миллионов долларов. Талантом его назначили таким большим, что эти деньги в него сразу же бросили. Хотя в фильме хотели сняться все актеры и актрисы Голливуда, кроме Рэйчел Вайс. Она отказалась от роли, которая ушла Дженнифер Коннелли. А вот Шарлиз Терон отказал уже режиссер Рон Ховард, не увидевшего актрисы необходимых качеств. Интерес к фильму проявлял даже талантливый племянник Фрэнсиса Форда Копполы. Но Рон Ховард посчитал, что это уже перебор. Третий год подряд Рассел Кроу был номинирован на премию «Оскар». Здесь он, правда, уступил Дензелу Вашингтону и тренировочному дню. А вот «Золотой глобус» за «Игры разума» актер забрал. В прокате фильм тоже выступил отлично, собрав 313 миллионов при бюджете в 58. Такому стремительному взлету могли позавидовать все актеры Голливуда. Но приземлили Кроу уже в 2003 году. Сделал это массивный провал фильма «Хозяин морей». За него актер заломил уже 20 миллионов. О провале этого фильма на канале совсем недавно было видео. Спасаться Рассел стал с фильмом «Нокдаун». С его сценарием он бегал еще в конце 90-х. Но тогда он еще не был таким талантливым и вкладывать деньги в него никто не хотел. А уже в 2001 на съемках фильма «Игры разума» он без проблем убедил Рона Ховарда в необходимости такого важного фильма. И так как деньги на «Нокдаун» выделялись еще до провала «Хозяина морей», студия согласилась потратить на боксера Кроу 80 миллионов долларов. Из-за травмы актера, из-за которой съемки останавливали на 3 месяца, бюджет впоследствии вырастет до 88 миллионов. С учетом инфляции сейчас это было бы миллионов 125. Такой себе исторический боксерский блокбастер. Кстати, в конце 90-х, когда никто не хотел снимать Рассела боксера, сняться с ним согласилась только Рене Зальвегер. И Кроу это не забыл. Так что получив финансирование, он сразу же с ней связался и она свое согласие подтвердила. Рассел Кроу уверяет, что это был самый тяжелый для него фильм в плане съемок и подготовки к ним. Дабы боксерские поединки выглядели более реалистично, к участию в съемках привлекли профессиональных боксеров. Хотя все они должны были стараться останавливать кулаки в паре сантиметров от лица Кроу, это не всегда получалось. В результате постоянных ударов по лицу и прочим частям организма Кроу, актер потерял несколько зубов и сломал пару ребер. Каким-то образом Кроу все подсчитал и заявил, что на нокдаун он потратил в 5 раз больше сил, чем на гладиатора. Готовился к роли он почти год. Для подготовки к фильму он построил на своей ферме в Австралии большой спортивный зал, включающим все необходимое. И по его словам, практически жил там в течение 12 месяцев. По выходу вокруг фильма прогремело несколько скандалов. Сын Макса Бера обвинил создателей во лжи. Макс Берр главный противник героя Рассела Кроу по фильму. Сын Бера утверждал, что во-первых, его отец убил только одного противника на ринге, а во-вторых, всю жизнь мучился от этого и никогда не гордился тем, что произошло. Это подтверждали все граждане, знакомые с Бером. По фильму же Макс Берр убил на ринге двух человек и постоянно хвастался этим перед журналистами и публикой, изображая этакого суперзлодея. В отличие от сына Макса Бера, дети боксера Джимми Брэддока считают, что Рассел Кроу очень точно изобразил их отца на экране. В прокате иногда он мощно провалился. Обычно столь суровый провал списывают на неудачную дату выхода. Аналитики считают, что лето было неподходящим временем для подобного фильма. И в так называемый сезон блокбастеров на боксерскую драму просто никто не обратил внимания. Рядом в прокат попали Месть Ситхов, Мадагаскар, Мистер и Миссис Смит и Бэтмен Начало. Все эти фильмы имели больший кассовый потенциал и просто раздавили Рассела Кроу своей массой. Иногда он собрал всего 108 миллионов при бюджете 88. А за свою подготовку к роли Рассел получил лишь номинацию на золотой глобус. На Оскар номинировали Пола Джаматти, героя которого не было в фильме. Но он приставал Кроу с идеями. И по итогу звездный актер приказал добавить в сценарий роль и для Джаматти. Работать с Роном Ховардом Расселу как-то сразу разонравилось. И он перебежал к Ридли Скотто, который постоянно звал его в свои фильмы. С 2006 по 2010 год они сообща выдали 4 фильма и 3 из них провалились. Спасся только гангстер. Кроме этих 4 картин Рассел снялся дважды у других режиссеров. В фильмах Поезд на Юму и Большая Игра. Они тоже провалились. В поезд Рассел еще и попал в последний момент. Долгое время вокруг проекта бегал Том Круз. Но по итогу отдал предпочтение третьей невыполнимой миссии. Где ему в карман платили весь бюджет поезда на Юму. А сам Рассел из-за этого фильма отказался сразу от двух проектов. Какое-то время Кроу присматривался к фильму Австралия. Студия и режиссер Баз Лурман видели именно его в главной роли. Помешал этому случиться слишком маленький по меркам Рассела Кроу гонорар. Из-за провалов актера ему не хотели платить 10 миллионов. А за меньшее Кроу отказывался сниматься. Может быть они бы и пришли к согласию. Но авторы Поезда на Юму потеряв Круза быстро бросили в Рассела 10 миллионов. И он забыл об Австралии. Рядом актер потерял роль еще и в своей не Тоди. Первоначально это был не фильм Тима Бертона. Фильм должен был поставить режиссер Сэм Мендес. И Рассел Кроу согласился сыграть главную роль в фильме Мендеса за смешные 10 миллионов долларов. Но проект буксовал из-за различных творческих разногласий и бюджетных ограничений. В итоге раздосадованный Мендес хлопнул дверью и ушел. Студия обратилась к Тиму Бертону. Смена режиссера Кроу не устроила. И он уже заполучив паровоз отказался от этой роли. Бертон сразу же предложил ее Джонни Деппу. И если с Австралии нет особой разницы, фильм в прокате затонул еще эффектней поезда на Юму, то Суини Тодд выступил неплохо. И Депп получил номинации на премии Оскар и Золотой Глобус. Глобус даже в итоге выиграл. Из-за того, что авторы Юмы бросили в Рассела много денег, бюджет сильно сдулся. И по ходу съемок деньги внезапно закончились. Это хорошо видно по финалу фильма. Недостроенные дома должны были быть достроены. И противостояние имело большую продолжительность и размах. Но создатели весьма неплохо вышли из положения. И недостроенные декорации все равно были использованы. И если не знать об этой ситуации, то все выглядит как будто так и должно быть. Поезд на Юму собрал всего 70 миллионов при бюджете в 55. Вся эта серия провалов, закончившаяся на 200 миллионном фиаско с Робин Гудом, привела не только к разводу Рассела Кроу с Ридли Скоттом, но и к резкому падению гонораров актера. За фильмы «Три дня на побег» и «Город порока» он получил всего по 5 миллионов. Город утонул, а вот «Три дня на побег» можно сказать первый фильм Кроу за несколько лет, который все-таки вышел в плюс. Все из-за своего бюджета в 30 миллионов. Собрать удалось почти 70. С этого момента Рассел Кроу стал отъезжать на второй план. И иногда это неплохо работало. Как в случае тех же отверженных, собравших 441 миллион при бюджете в 61, так и в случае с «Человеком из стали», который насобирал 668 миллионов при бюджете в 225. В 2014 году случился последний относительно успешный крупнобюджетный фильм актера, в котором он снялся в главной роли. Это был фильм Даррена Аронофски «Ной». Расселу очень повезло. От фильма отказались все, к кому обращался режиссер. Даже Кристиан Бейл, которого когда-то в поезд на Юму брали по указу самого Рассела. Лишь когда в Голливуде никого не осталось, режиссер обратил внимание на Кроу. И выбора у него особого не было. Так что он сразу согласился. Фильм не стал каким-то большим успехом. И все предполагаемые награды его обошли стороной. Но все-таки при бюджете в 125 миллионов он собрал 359. Рядом актер попытался стать талантливым режиссером. Но пытаться он стал сыскателем воды. И когда в каст фильма внедрился Джай Кортни, его судьба была предрешена. Еще одной попыткой главной роли был фильм «Славные парни» в 2016 году. Режиссером ленты стал Шейн Блэк, только что поставившись «Железного человека 3». Так что все вокруг возлагали надежды на это кино. Как и сам Рассел Кролл. Он уверяет, что намеренно набирал вес для роли. Сценарий этого не предусматривал. Но он решил, что для его героя необходим небольшой перегруз, чтобы соответствовать образу. Первоначально славные парни должны были превратиться в сериал. Актеры в нем, естественно, должны были быть другие. Но в сериале все никак не могли придумать адекватное завершение сезона. В результате студия решила отдать предпочтение полному метру. Тогда в него уже заехали Кроу и Гослинг. Позднее Рассел в одном из интервью скажет, что у него есть только два фильма в карьере, к которым он очень хотел бы видеть продолжение. Один из них «Секреты Лос-Анджелеса», а второй «Славные парни». Но если в случае с первым непонятно, что продолжать, то в случае со вторым продолжение невозможно по причине большого кассового провала. Фильм собрал лишь 62 миллиона при бюджете в 50. После этой неудачи актер уже основательно уехал на второй, даже третий план в разных постановках. В чем-то более мелком он подбирался к одной из главных ролей. А в чем-то покрупнее уже скорее отползает к третьему плану. Но здесь он явно отдает предпочтение более ярким, пусть и небольшим ролям. Актер стал возвращаться и в австралийское кино. Не так давно он снялся в подлинной истории банды Келли. Это очень известные австралийские хулиганы. Так что о них постоянно снимают реальные истории. И каждая новая история становится более подлинной. Кино провалилось, так что в прокат за пределами Австралии попало лишь в несколько стран. В том числе и в Россию. Надо отдать должное Расселу. Хотя карьера его переживает не лучшие дни, а вес стремится к бесконечности. В фильмы непонятной категории он не уезжает. И благодаря австралийской диаспоре в Голливуде он даже может заполучать роли второго плана в блокбастерах. А в свободное время снова пытаться стать режиссером. Скоро выйдет его новый режиссерский проект, Покер Фейс. Плюс он появится в фильме Крэвен Охотник, который как и Морбиус должен стать частью комикс-вселенной студии Сони. Ну а в самое ближайшее время Рассела можно будет увидеть в роли Зевса в фильме Тор, Любовь и Гром. Актеру нет еще и 60, так что в перспективе он сможет попытаться стать боевым пенсионером и перезапустить карьеру, если станет совсем уж тяжело. Злобное лицо актер всегда делать умел, так что мстить за семью или домашних зверюшек сможет. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи. Продолжение следует...